МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ассортимент был огромным, а цены позволяли купить больше положенного. Например, яйца можно было купить по 38 рублей, капусту за 10 рублей, картофель за 14. Чем не причина пополнить свои запасы на зиму? Мы, как Минселькоз, в этом плане выступаем инициатором по рекомендации цен. Цены мы рекомендуем ниже те, которые представлены в магазинах, где-то в процентах от 15 до 20. Ну и сегодня мы наблюдаем как раз-таки ту же самую тенденцию, снижение цен на ярмарки, которые позволяют сельхозпро-производителям продать по доступным ценам свою продукцию, а гражданам приобрести качественную продукцию по хорошей, заниженной цене. Мед, местные арбузы, ягоды и соленья. С ассортиментом и ценами лично ознакомился глава региона Сергей Морозов. Пообщался с покупателями и фермерами и продегустировал продукцию. Большим спросом у покупателей пользовалась царица полей картошка. Только картофель ульяновцы закупили 56 тонн. Репчатого лука продали 12 тонн, сахара – 16. Кстати, помимо стандартных продуктов, на прилавках можно было встретить валенки с дизайнерским принтом, малину и мясо кролика. Каждый продукт тщательно проверяли сотрудники агентства ветеринарии. Проведено уже более 700 экспертиз, то есть нарушений на сегодняшний момент по реализации продукции не выявлено. Вся продукция безопасна и качественна. Всего же по подсчетам Министерства агропромышленного комплекса ярмарку посетили больше 15 тысяч человек. Тяжелые продукты ульяновцам помогали носить волонтеры. А в перерывах между покупками можно было посмотреть выступления местных коллективов, купить свежую прессу и подкрепиться на полевой кухне. Сумма выручки сельхозтоваропроизводителей превысила 8 миллионов рублей. Следующая ярмарка пройдет 15 сентября в Димитровграде. Дарья Сударева, Юрий Тимонин. Новости Ольянской правды.